йога с вами шумики мы продолжаем рейдитиру по названию холода окей так где на карте на карте я около по идее майка или чё типа того да вот здесь я сейчас мы сюда придем тут по девушка должна быть тут проход есть тут огромное участок который мы еще не следовали эту местность его здесь мы только не следовали ну туда-сюда принципе их скоро мы закончим игру главное быть осторожным а вот здесь вот как раз и будет мне кажется чертовщина происходить это что-то база до сибирская о которой писали если конечно внутрь пойду то это г.г. потому что по-любому внутри меня будет ждать какой-то огромное место так я вижу листовочку ладно давайте наверно спущусь а то сейчас упаду отсюда то фига обратно залезла сияющая гора тоже подождите я смотрю сейчас сюда где это гора вот здесь да а да мы там были же там же это святилище там же это святилище тупой ветер давайте сюда монстров посчитаем я уже чувствую что они здесь будут тихо А, блин, она с той стороны Здесь нигде, да, нету прохода А, есть, смотрите, оп, оп Как я сделал, да, всё классненько Запись учёных показаний Так, показаний Бориса В Пятилетнего, так, пятилетнего мальчика Который, возможно, подвергся воздействием неизвестной силы Который вызвал смерть 12 человек в комплексе Владимира 30 Борис В, я видел вас во сне Вы задавали мне те же вопросы, что и сейчас А за мной стоит тот же мужчина Доктор Грайверс от Лавис Борис, за мной никто не стоит Здесь никого нет Борис В, нет, доктор Этот мужчина, может, что, так Этот мужчина хочет, чтобы я вам Передал что-то Вооруженное в свете мир Выглядит красивее Так, красивее И просит вас посетить камеру номер 7 в секте 22 Так, доктор Брэвис Доктор Откуда ты знаешь все это, Борис? Твой отец работал в нашем отделе? Борис В, нет Григорий Сукен, ты сын? Я видел Это собственными глазами Я видел, как ты ведешь людей в... К глазу Богу Бога Я видел, как горит их кожа И вылавливаются руки Выламываются руки Я видел Кошмары, которые он заполнил их разум Ты действительно думаешь, что никто об этом не узнает? Думаешь, никто не выжил? Он покажет нам Конец записи Поделай потише, потому что мне кажется, здесь будет вообще стрёмно, стрёмно Блядь Бум В смысле? Не понял Не понял Прикол Ты вам не нужен был бежать? Или что? Ладненько Сейчас повторим Эксперимент Ну, бля, я знал, что такое будет Ты кто? Какого хера? Ну, эти монстры, они довольно быстрые, на самом деле То есть, у меня одышка будет сильная Я убежать, скорее всего, не смогу И, скорее всего, это за скриптованная смерть То есть, до конца коридора я не смогу всё равно добежать По идее Это по идее только Потому что, смотря как он меня быстро догнал Это было понятно, что он стоял сзади меня уже в этот момент Когда закрылась дверь Хотя, кто его знает Потому что я там слышал листовку где-то Либо листовка внизу Либо листовка на вот этом маяке Сверху Как говорится, у нас Вариант лишь один Проверить Так ведь? Поэтому Раз Два Три Дорогая моя Вера Я целыми днями гуляю по парку-лечебнице Только тут Я чувствую себя спокойно Только в тени деревьев Мой разум Утешает вид лучей солнца Просвечивающих через зелёную листву И тёплый ветерок Скользящий По моему лицу Врачи говорят, что худшее позади Расстройство было временным Мне сложно сказать Из-за чего оно случилось Я знаю Что ты никогда не простишь мне того Что я сделал У трагедии, в которую я внёс свой вклад Никогда не будет оправдания Как и объяснение Я могу только прикрыть её безумием Но я знаю, что это жалкое оправдание И я не могу спрятаться за ним Я беру На себя полную ответственность За происшедшее Я готов понести наказание Но врачи говорят Что я, наверное, никогда не выйду из лечебницы Знай Что я скорее готов гнить в тюрьме сотни лет За то, что сделал с тобой Должен признаться Я тебя обманул Я знал Что ты никогда не захочешь выслушать То, что я должен тебе сказать Поэтому Я отправил своего друга С этим письмом твоей сестре И после длительных уговоров Она согласилась прочитать его тебе Благодарю её За это от всей души Заканчиваю своё письмо Не хочу больше тебе докучать Я люблю тебя И верю Что когда-нибудь смогу сказать Это тебе лично К счастью Мой друг Антон всегда со мной Именно он ходил к твоей сестре Надеюсь, ты пребываешь в добром здравии И благом расположении духа Желаю тебе всего наилучшего На веки твой Виталий Да, всё-таки здесь что было Что за звуки? Что за звуки были? Так, а теперь вопрос Как мне отсюда выбираться? Зайти то и зашёл А вот выбраться как? Вот это уже другая вещь Давайте я просто спокойно пойду А, то есть дверь тогда сама по себе закрылась Ну ладно Время не лечит Это мой я недавно научился Эту истину мне вдолбили болью, злостью и ложью Они были моими учителями Я вспомнил Это почти коснулось сути моего понимания Стало откровением Когда меня с переломными костями тащили по коридору Когда они меня вскрыли, чтобы изучить смещение органов Когда они внедрили худшие кошмары мне в голову Когда они зашивали меня, собирали заново и оживляли раз за разом, чтобы проверить пределы выносливости И когда, наконец, после всех этих лет сказали, что моя жена мертва Время не лечит Я не понимаю, за кого мы вообще играем Мы играем за прежнего какого-то ученого Который все это дело расследует Либо мы просто приехали Либо мы просто дух Который не может никак оставить этот мир И он проводит в поиски истины Мы туда можем попасть Я вижу мостик Здесь Как-то все это Непонятно 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 Ладно, давайте Пускай проход отсюда Как я понимаю, вы следовали здесь все, что нужно Там мрачное место Ну, хотя оно и разрушено И там не так много призраков этих Какая-то субстанция Так, что здесь у нас? Просто спуск вниз, ладно Погнали тогда по ступенечкам Сначала мы с вами изучиваем окрестности Именно Боковые Потом Ой, кажется здесь что-то будет, да? Погода сегодня стала заметно хуже Как и наше настроение Мы все были немного напуганы тем, что произошло ночью Кто-то даже предлагал вернуться назад, но большинство не согласилось Мы начали движение около 10 утра по той же тропе Манси, что и раньше По дороге нам попался маленький лагерь местного охотника Мы спросили, охотился ли он вчера ночью, но он сказал, что нет А еще рассказал историю о призраке, который ходит по лесам в виде яркого тумана Очевидно, лучше от этого нам не стало Мы продолжили свой путь Сегодня мы продвигались медленно и с трудом Видимость была близка к нулю А температура опустилась до минус 24 Около 16 часов там пришлось искать место для лагеря Мы нашли хорошее, защищенное от ветра место на опушке леса Несмотря на усталость, мы начали разбивать лагерь Но мы слишком устали, чтобы речь яму под костер Съели ужин у себя в палатках У нас не было сил для обсуждений и размышлений Ночью я ясно слышала, что кто-то ходит вокруг палатки Я слышала, как кто-то шепчет мое имя И я не хочу рассказывать об этом другим Они подумают, что я сошла с ума А, все Не пройти Это я здесь, да, сейчас? Это что, мне крюк придется делать? Или как? Походу, только через низ Ветерок сидений не поднялся Очень сильный Ну, погнали сюда Здесь, по идее, ветер должен уменьшаться Потому что Мы Поднимаемся по горе Ну, спускаемся, да? Еще что на горе считается Да, ветер уменьшается И очередная пещера Давай сюда Налево Закрыто Фонарик не очень помогает Ой, не нравится мне эта ночь Так, слышали сток? О, припасы, рация Улью Черкечев А, долина смерти Антон, нижний ученый, эксперт По Республике Саха Отправляйся в район Улюха-Черчехи Такой, известный Как долина смерти Что он там Обнаружил? Какие загадочные сооружения Были закрыты В земле? Только тут Можно получить ответы И другие невероятные факты Об этом Там забыто все вместе Я вышел на рассвете Если вы не видели рассвет На реке Вилюй То вы не видели Самое красивое зрелище На планете Это волшебное место Полной ностальгии Потому что Человечество утратило Так, человечество утратило Свобода Пространства Природа Дикая и непокоримая Тут нет места Компромисса Потому что Это регион Не только красив Но и опасен Я прибыл в долину смерти Около полудня Территория простиралась На более На 100 тысяч КВК Окей Так Так Что нужно знать Что ищешь К счастью У меня был и замечательный проводник Мы наткнулись на первое строение Примерно через 2 часа ходьбы Было польза Можно было Извлечь Из стоящего перед нами Холма Но показания Приборов Отчетливо показывало Что диаметр того Что Находится обо нами Не меньше 7 метров Похожа на большую закрытую церковь С выступающими краями Также сложно определить Сколько районов таких зданий Я говорил с местными Ибо с их словом По разным счастьям Долина разбросила Не менее 11 сооружений Чем могут быть Эти огромные Насыпи Чем могут быть Эти огромные насыпи Многие жители утверждают Что это связано Что это связано с Тунгунским Метеоритом У несчастного множества Необъяснимых историчников В местном фольклоре Есть общее Основание Например Мне рассказали По охотнике По имени Орламан Он не мог найти Какой дичи Потому что Ходил все дальше В лес И в итоге потерялся Он уже был уверен Что умер Когда нашел Старое сооружение Внезапно Земля потряслась И открылась Потайная дверь Из нее вышел мужчина И дал Орлану Один и единственный совет Защититесь От Оранжевого света Он вышел из леса Сейчас неделю Так Он вышел из леса Через неделю Но до сих пор Невозможно поверить Действительно ли Произошла эта Загадочная встреча Но я слышал Рассказ от самых От самой внучки Орлана Да уж Так А у нихера Где я уже нахожусь Это я сейчас Вот так да Делаю Круг Вот та церковь Которая говорилась КОНЕЦ Музыка громкая Музыка громкая Мне показался ли где-то тень появилась Блин, как музыка слишком громко орет Она как будто, знаете, тишина становится Блин, тут уже тень Блин, тут уже тень Попробуй подобраться к церкви Попробуй подобраться к церкви Так, я походу куда-то далеко ушел На листовку я слышу вот там Если вдруг От них, видите, можно убежать Они не сразу реагируют на нас Так, выше Выше, выше, выше Так, личная переписка ученых из секции 22 Доктор, имя Засекречено Я проверил пациента номер Засекречено Он не привел никаких сверхъестественных способностей Должно быть, вы ошиблись Так, искренне ваш Доктор имя Засекречено Доктор имя Засекречено Согласно с вами Повторные испытания не выявили никаких навыков Возможно, нам следует закончить Эсперименты И признать его неудачей От пациента нужно избавиться Мы подготовили перевозку Во Владимир 30 Уничтожьте все документы Документацию и переписку Искренне ваш доктор имя Засекречено А, вот они Церковь где-то здесь находится К церкви мне нужно как-то Пробраться на самом деле Потому что мне кажется Я там что-то найду Ну, туда побежал один из наших Мышцы по тела еще Да, как я понимаю Так кажется, я церковь потерял Блядь, а где я? Я слабая Я церковь потерял А где эта церковь? Стоять А вон вижу Так, как только туда попасть С той стороны, да? Где этот проход? Так, а стой Я что? Блядь, я просто вхожу Кругами уже Сейчас нужно как-то туда попасть Через стеней Свет мигает Сразу валим То есть мне обязательно нужно с другой стороны, да, входить? Только где мне эту другую сторону искать? Ну хотя бы духов этих уже нету Здесь я умираю, по-любому. Там, если есть проход, ну, он фиг знает где, наверное. И то вероятность того, что там есть этот проход, довольно маленький. Потому что тут просто ущелье между всем, где я иду. Или нет. Ну, это проход на гору. А, погнали сюда. Тихо, тихо, отдыхай, отдыхай. Это сейчас будет все заблюренное, я потом хер знает пойму, куда бежать. Ладно, я делаю огромный крюк, получается, да? Надо торопиться. У меня мало времени. Посмеши. Найди путь, найди меня, или я устрою тебе ад. Я понял. Почему ты не ржишь? Отдыхай, побежали. Отдыхай, побежали. Отдыхай, побежали. Отдыхай, побежали. Все? Я куда бы не теперь? А, я понял, прикольно. Прикольно, я понял. Слышу церковь, не вижу церковь. Вот здесь я правильно иду. Да, вон. Ой, ну, блин, тут сохранки нигде нету. Вообще нигде нету. А туда бежит долго. Вообще-вот. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Если вы читаете эти слова, кем бы вы ни были, я молю вас, помогите нам! Нас держат вместе под названием «Почтовый ящик 5». Я не знаю, где это и даже не знаю, какой сейчас год. Они не разрешают нам общаться ни с кем из внешнего мира. Они закрывают нас в камерах по 4 человека. Я видел дюжину таких камер. Они говорят о какой-то аномалии 7. Каждый день над нами ставят опыты, изучают, пытают. Я видел, как они убивают людей. Я видел ужасные вещи, напишите об этом, расскажите всему миру! Они проводят самые худшие эксперименты, которые только можно представить. У них есть камера, которую мы называем камерой страха. Не описать словами того, что происходит с теми, кто там оказывается. Некоторые возвращаются, но иными, будто в них больше нет личности. Других выносят мертвыми. Только немногие остаются в своем уме. Я видел яркий оранжевый свет, который говорил со мной голосами демонов и показывал мне образы, которые хуже любого кошмара. Иногда люди выходят оттуда со сломанными костями. Они выходят изуродованными, раздавленными, облученными радиацией, бесконечностей. Я больше не могу это выносить. Избавьте меня от этих видений. Среди нас есть ученый. Он сказал, что в ходе их жутких опытов они обнаружили что-то из другого мира. Они пытаются его изучить, а на самом деле это оно изучает их. Он сказал нам, что в мире есть и другие подобные места. И настанет день, когда врата в ад распахнутся. Вам нужно положить этому конец. Уничтожьте это. Уничтожьте нас. Убейте нас всех. Центром руководит НИИ природных явлений РФ. Я увидел это название на пропуске мужчины, который меня допрашивал. Он сказал, мы заключенные, преступники, убийцы, насильники, грабители. Но... Но это неправда. Я ничего плохого не делал. Я всех их ненавижу. Они называют нас пациентами. Имен не используют. Только порядковые номера. Я? Пациент номер 73. Я даже не помню своего настоящего имени. Молю вас, помогите. Сожгите это место дотла. Если это письмо попало за стены центра, если охранница, пообещавшая его передать, сдержала свое обещание, то вы должны что-то сделать. Клянусь всеми святыми, вы просто обязаны. Мой единственный сокамерник, Антон, шепчет мне на ухо, что все будет в порядке. Этот оранжевый свет поет голосами сотен английских хоров. Антон пообещал мне, что если я внимательно буду слушать пение, то он меня освободит. Но иногда мне кажется, что ничего из этого не существует. Нет ни тюрьмы, ни решеток, ни врачей, ни Антона. Есть только пугающий, пронизывающий оранжевый цвет. Да, как-то так. Так, я надеюсь, ты развеешься дымок. Надеюсь, да. Что за звуки? Ладно, я не знаю, что это за звуки. Мне плевать. А, типа, камни падают и решите, попадают. Давайте, короче, здесь мы с вами остановимся. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте всем удачей. И всем пока. Хей, ой, ой, с вами шумики. Мы проложаем продюсер под названием Холод. Окей, так что у нас есть по карте? Мы здесь, да, с вами? Сейчас будем как-то вылазить отсюда и отсюда выходить, пытаться в центр. Я потом... А, это, подождите, все, что мы изучили. Мы все точки изучили? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да. Прикиньте, мы все изучили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, все, осталось только вот эту часть изучить и вот эту дорогу изучить, и все. Пойдем, мы с вами все уже изучили, что нам нужно было. Какие-то звуки отсюда идут. Хотите, чтобы я сюда зашел? О! А я сюда зайду. Что это со звуки? Ну, смотри, мне игра на самом деле, знаете? Что со звуки, я не понимаю. Вы мне предлагаете вернуться в первую палатку? Ля. 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 Ребята, если это последняя... Последняя серия, если что... Так, ладно, куда-то загрузка идет, ребят. Акт третий. Итак, мы дошли до конца. Ты понял, какую роль играешь в моем плане? Случайных жертв не бывает. Полностью невинных не бывает. Возможно, ты думаешь иначе. Но когда ворота в секцию 22 откроются, и миру явится настоящее безумие, ты поймешь, что все, что я сделал, было необходимо. Так, ни карты, ни журнал у нас нету. Да, это, ребята, мы хотим последняя серия. Там главное идти по следам. Ну, а к третий слушать. Неплохо. Да, 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 просто бежать. Это тени со мной говорят, на самом деле. Наша цель просто не сорваться с пути, бежать прямо. Какой звезд значимое небо, да? Красивое небо. Давай, давай, скремарка. Ну, слушайте. Ну, тогда я, понятное дело, что объединю их. И мы на этом закончим. Ну, слушайте, блин. Нет, 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 нет. Давай без песен, давай без песен. Что можно, в принципе, об игре сказать? А если я продолжить нажму, где я начну? Ну, я не понимаю, за кого мы играем. Мы, скорее всего, тоже на подобии тени доиграем. Или что? Типа того, наверное. Я на картинках к игре видел так называемые любовь. Ну, а давайте пойдем сюда. Посмотрим, есть ли сюда пойдут. Ну, я все равно объединю их, да, и будет просто одна страшная серия. Камень. Я не понял только, за кого мы играем с вами. Что-то я понял по сюжету, что все-таки наших искателей приключений вас забирали. Просто в испытаниях, там, терзали, в поисках чего-то. И что мы получили, это только трупы. Потом эти трупы повыкидывали херзная даги в горах. Ну, и поэтому они, типа, их нашли. Но мы, правда, все с вами вот прочли. Записки, скорее всего, мы не все пособирали. Но их искать это тоже, знаете, не очень легкое дело. Тоже не очень легкое дело. Ну, по сути, мы с вами все прошли. Здесь мы листок находили. Здесь заледеневшая вода. Ну, это озеро. Это около озера мы с вами, получается. Ну, в принципе, ребят, а что можно сказать об игре? Ну, как horror, оно довольно прикольно, да? Есть стелс-миссии. Есть запоминающие места. Ну, я только могу два, наверное, вызначить. Это стрёмное дерево какое-то. Потом я могу отметить сожженный лес. Ну, в принципе, все. Два места. Ну, если взять в плане, что игра сама по себе у нас, ты должен сам все искать и понимать, что происходит. что нам только сказали, что, ну, наш главный герой, он, короче, приехал вот на поезде, как ты видел, наверное, в начале, да? Он куда-то пошел, потом он куда-то провалился. Мы появились во втором акте сразу же, так, бом! внезапно и ходишь и все, что видишь. Поэтому, да. Как так. Ну, если оценивать игруху, давайте, наверное, и графику, да, все такое оценивать. Если брать эффекты, эффекты довольно хорошие. Ветер, снег, вот это, влаза. Конечно, то, что подфриздивает как-то, это не прикольно. Вот так все прикольно. Ладно, давайте я взду. Да ладно. А я вздумал, здесь ты умираешь, если так упадешь. Ха! Поняли, ребята? Оказывается, нифига. Оказывается, я вздумал. Не погиб. Ну, тогда, да, можно этом и закончить. А где тут призрак? Или хуже тут не будет. Или хуже тут не будет. Графика, ну, в принципе, прикольно. Ну, я не графодрочер, поэтому выглядит нормально. атмосфера, вот атмосфера немного, пугает. Если потом к монстрам ты в какой-то степени привыкаешь. Чего ты плачешь? Да, вот такие вот места, типа, пещера, знаете, тут жертвоприношение, и она рыдает, и намного таких мест довольно темных. Немного, что мне не понравилось, это переключение с дня на ночь, да, типа, что ты в одной локации тло, в другой уже темного. Здесь что-то видишь, а здесь тоже ни хера не видишь. В принципе, мне понравилась игра. Она небольшая. Ты сам должен думать сюжетик, думать, что по сюжету ходишь, что и как, где. Поэтому как-то так. Ладно, давайте-то, я думаю, тогда мы там и закончим, да, на этих камнях. Поэтому спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И можно только отметить еще финально, это то, что мы, скорее всего, мы и есть тот ученый, да, который все доделал, но он просто это все запомнил в голове и в своем подсознании мы прошли то, что все было. Поэтому как-то так. И всем пока.